Всем доброе утро! Спасибо, что заглянули. Я Айка и сегодня у нас Мукбанг. У нас пицца, несколько кусочков, потом три яйца. Я сделала глазок и грейпфрут, который я разделала просто максимально. И давайте приступим. Тема сегодняшнего разговора будет по многочисленным вашим комментариям. Многие просили меня рассказать в подробностях, как мне забили стрелку, почему это произошло. В общем, в одном из видео вопрос-ответ я рассказала про то, что меня должны были избить. И чудом я как бы улизнула от всех этих моментов. Сегодня я вам расскажу от начала эту историю. В общем, изначально, когда я пошла в школу, я не знала по-русски. Вообще ни слова, ни бум. И естественно, мне было очень сложно найти друзей. Мне сложно было учиться. Меня сразу взяли в самый сильный класс. Хотя я не знала элементарного языка. В общем, в этом классе как раз-таки училась девочка, которую звали Яна. Она была отличницей, была такой яркой, лидером класса. Она очень мирная такая девочка, милая. Но мы с ней не смогли найти общий язык, просто потому, что я не знала русского языка. Каждую перемену я думала, блин, опять перемена. Мне проще было просто сидеть на уроке молча, чем вот перемена. Кто-то к тебе подходит, что-то спрашивает, хочет с тобой подружиться, а ты как бы ответить не можешь. У меня еще такой комплекс был. Я боялась сказать, что это не так. На русском языке, и чтобы это было смешно со стороны, я как-то глупо выглядела. В общем, отучилась я в этом классе ровно, наверное, год, может, полтора. А потом родители меня перевели в другую школу. И уже менее слабый класс. Уже на тот момент я уже по-русски говорила. И как бы я со всеми подружилась, начала общаться и забыла вообще про ту школу. Но в то время потихоньку появлялись соцсети. Стал безумно популярным контакт. Мы все сидели в контакте, понтовались у кого больше друзей в контакте. И получается, через соцсети мы уже как бы общались со всеми. Я общалась и с теми одноклассницами, с которыми я училась в первом классе. Прошло немного времени. Я узнала про то, что моя вот эта вот одноклассница, она умерла. И произошло это очень спонтанно, так скажем. У нее была своя компания, она такая была уже крутая чувиха. Общался с такашеклассницами, со сташеклассниками. И вот такой вот несчастный случай. Они ехали на очень высокой скорости в машине. И не то, что они разбились. Просто у нее остановилось сердце из-за очень высокой скорости. Она как бы перенервничала, как я поняла. И умерла. У нас, конечно, это очень шокировало. Вот эта девочка, она с детства, Яна, она была яркой. Она общалась со всеми, была лидером. Хорошо училась еще, кстати. К моменту смерти она уже общалась не только со своим классом, но и со старшеклассницами. С такими крутыми чувихами. Я вот реально не помню их ни имен, ни на внешние. Вот реально, мне забили стрелу, я не помню, как их звали. В общем, до ее смерти, я как бы знала ее компанию, несмотря на то, что я уже учусь в другой школе. Но это был один район, все друг друга знали. Из разных школ дети тоже общались друг с другом. И про них говорили, что они такие, типа, очень крутые. Типа, всех сажают на колени, унижают, избивают. Разные стрелы забивают. И, можно сказать, все побаиваются их. Ну, я думала, я учусь в другой школе. Я ни с кем не конфликтую. Меня это как бы не коснется. Причем здесь я, причем они, мне с ними нечего делить. Я ни в одной компании с ними, ни в одной школе. Поэтому я думала, как бы ко мне придраться точно не к чему. Прошло время. Происходили неприятные ситуации с разными моими одноклассницами. Одну из одноклассниц позвали там в подъезд. Ее как бы сообщили о том, что мы будем себя ждать в такое-то время, в таком-то месте, рядом с твоим подъездом. Она сказала, что нет, я не приду. Вы как хотите со своими разборками. В конце они ее нашли. Короче, избили. Сняли это на видео. И, как бы, получается, девочка опозорилась на всю школу. Все начали над ней угорать. Зачем они это делали? Как таковой цели они не преследовали. Они просто хотели показать всем, что они такие авторитеты. Унижая других, самоутвердиться. Главная цель. Просто самоутвердиться. И тут, значит, в соцсетях пишет мне одна из этих крутых чуих. Вот реально я в шоке. Но память стирает всю ненужную информацию. Насчет вот этой Яны я даже помню, как она выглядела. А насчет вот этих вот девочек я даже не помню имена. Вот реально. В общем, я вижу, что мне в соцсетях пишет эта девушка. Ну, как девочка в то время. И говорит, слышь, Айнур, есть с тобой разговор за твой базар. Я, конечно, сразу испугалась. Решила ничего не отвечать, сделать вид, что я не видела. Я думала, они как-то отвянут от меня. В общем, каждый день я шла в школу со страхом, что они меня найдут. Так продлилось где-то, наверное, неделю. Затем уже одна старшеклассница подошла ко мне и сказала, что ты знаешь, тебя ищут. Я такая, да, а кто меня ищет? Типа я не в курсах, вообще не понимаю, о чем идет речь. Я на самом деле не понимала, почему люди меня ищут, но я понимала, что ничего хорошего из этого не выйдет. То есть, сто процентов меня не зовут вместе попить чай. Это какой-то серьезный разговор. И, в общем, я сказала, что я понятия не имею, почему они могут меня искать. Я никогда с этой компанией не общалась и так далее. И она, короче, эта девочка дала мне номер. Говорит, свяжись с этим номером. Это как раз-таки номер одной из этих девчонок. И, в общем, спроси, что они хотят от тебя. Когда они планируют с тобой встретиться. Пусть назначат встречу. И там уже разбираетесь. Я, естественно, понятное дело испугалась. И, конечно же, звонить не стала. Думаю, зачем? Сами найдут меня. Я такая, типа, не стала показывать, что я испугалась. Такая говорю. Я говорю, им нужно меня найти. Пусть они и ищут. Мне как-то, я говорю, плевать, если честно. То есть, я говорю, почему я должна их искать? Им что-то нужно от меня. Пусть они и ищут. Сказала я такая, типа, храбрая. И все, попрощалась. Мама сразу сказала, ну, решай как бы сама. Потом я узнаю. Через два дня. Эти два дня я на нервах. Вообще, в подростковом периоде человек как бы воспринимает все как-то остро. Мне казалось, это глобальная проблема. Я ночами не могла заснуть. Для меня это был такой стресс. Вот я не знала, что будет. А вдруг меня и забьют. А вдруг даже и забьют к черту. Вдруг меня унизят как-то. И все будут пальцем показывать на меня. В общем, проходит немного время. И мне уже в соцсетях пишут. Не помню, какой день недели был. Ну, в общем, типа, в пятницу в семь. Жду тебя там-то, там-то за гаражами. От этого дня пару дней еще осталось. Эти пару дней я опять как на иголках. Не знаю, что делать, как. Сначала я решила просто не идти. Игнорировать. Потом я заметила, что уже мои одноклассники уже в курсе этой темы. Не знаю, откуда они знают. Ну, как-то в классе я начала замечать, что, например, одноклассник мне говорит, ну, что готов к пятнице, например, да? Как-то подкалывают. И ты понимаешь, если ты не придешь, все кранты тебе. Мало того, что они все равно тебя найдут, так еще весь класс будет думать, что ты лохушка. Ты испугалась. Сейчас я понимаю, что логичнее всего было просто пожаловаться, не знаю, учительнице. Но на тот период, если ты пожалуешься, ты будешь просто такой стукачкой. С тобой никто даже здороваться не будет. Поэтому ситуация получалась так себе. А у меня брат был в школе такой, знаете, авторитет. Все его боялись. То есть он такой был лидер. Я как бы... Уже перед непосредственно пятницей, будем называть этот день так, ночью я прям не могу уснуть. Я вот боюсь. Вот реально я боюсь. Где-то до трех часов ночи я не спала. Потом зашла в комнату к своему брату. Он, оказывается, спал. Говорю ему, брательник, спасай, меня завтра и забьют. Он такой сразу начал угорать. Что ты за очкошник такой? Брат через какие только разборки не проходил. Брат говорит, что ты мне раньше не сказал там. А я что-то смотрю, три дня-то какая-то кисла. Я хотела сказать, какие три дня. Я уже месяц спать нормально не могу из-за этой всей ситуации. Брат позвонил своим подружкам. И они как бы пошли со мной. Типа моя команда. Я пошла не одна, две такие старшеклассницы вместе со мной. Типа на стрелу. Ну вот. Поэтому меня не избили. Я не помню, чем закончилось это. Но точно меня никто и не избил. Поэтому я ненавижу школу. Когда я переехала в Азербайджан, я была в шоке от того, как круто люди живут. Курьер. Алло. А, все, дочери. На этом все, мои хорошие. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Курьер уже внизу. Мне надо спускаться. Всех люблю. Целую. Пока.